Добрый день, милые дамы и уважаемые господа! С вами Светлана Амельян. В этом видео из серии уроков «Как делать хорошее фото на мобильный телефон» мы будем говорить о балансе белого. Это моя любимая тема, потому что я очень люблю вносить нестандартную колоризацию. Многие начинающие фотографы часто жалуются, что предметы на их снимках не соответствуют тем цветам, которые были в жизни. Почему-то реально предметы одного цвета на фото становятся желтоватыми, голубоватыми, зеленоватыми, красноватыми, какими угодно. Почему на фото появляются неправильные цвета? Мы исходим из того, что фотография – это работа со светом. И то, каким светом освещается наш предмет, будет определять то, какой цвет появится на снимке. Именно для этого существует понятие «настройки баланса белого». Это настройка, которая отвечает за то, какой цвет в кадре считается нейтральным. По определению, нейтральный цвет в представлении фотографа – это цвет, не обладающий никакими оттенками. Белый либо серый. И задача при выставлении баланса белого при съемке в определенном световом потоке состоит в том, чтобы указать, какой цвет мы считаем нейтральным и подкорректировать нашу световосприимчивую матрицу под то, чтобы нейтрализовать тот свет, который вносит искажения в цветопередачу нашего снимка. То есть, как бы настроить фотоаппарат на то, чтобы свет, вносящий искажения, вычитался из общего потока света, который падает на наш предмет. Для того, чтобы настроить баланс белого, мы входим в основное меню фотоаппарата. В моем аппарате Samsung – это третья секция. В моем телефоне всего несколько настроек, но в некоторых устройствах и бывает гораздо больше. Обычно используют автоподстройку, потому что аппарат достаточно четко чувствует то, какой свет падает. По длине волны он может определить этот свет и нейтрализовать его при фотографировании. Но иногда происходит так, что все-таки аппарат не срабатывает до конца, и поэтому, если вы сделали снимки, в которых видите наличие искажения, то вы можете руками подстроить у современных фотоаппаратов, в том числе и телефонов, огромное преимущество перед аппаратами, которые были раньше. И так как это электроника, то мы можем подкорректировать цвет, который будет на нашей фотографии, до того, как мы напечатали эту фотографию, до того, как мы ее поместили в программу для редактирования снимков. И есть на моем телефоне несколько настроек баланса белого. Я покажу на примере дневного света. Дневной свет – это яркое солнце, весенние цветы. Вот так они выглядят при установке автоматический и дневной свет. Если я установлю баланс белого на ярком солнце как люминесцентную, мне дает сочный синий, такой сиреневатый оттенок. Лампа накаливания дает четко голубой оттенок. И при установке облачно, при съемке на ярком солнечном свете, получилось изображение немножко коричневато. Если мы фотографируем со вспышкой, если свет вспышки не настолько интенсивен по сравнению с основным светом, то основная картинка будет иметь оттенок основного падающего света. В данном случае у нас свет солнечный, установка автова. Специально я вывела вспышку на заднюю панель, чтобы было видно, что это вспышка. И вот это без вспышки, это со вспышкой. Примерно одинаковый оттенок, немножко здесь более темный. То есть аппарат подстроился в автоматическом режиме, сделал немножко более контрастную фотографию. Аналогичное выглядит при дневном свете. То есть, что дневной, что авто, в данном случае выглядит одинаково. Если я установила лампу накаливания, то и при работе вспышки, и при обычном освещении очень синий оттенок. В облачном появился такой сепия оттенок, и на вспышке, и без нее. И флуоресцентный свет дал немножко сиреневый оттенок. Как видите, один и тот же сюжет при установке разного баланса белого будет иметь разный оттенок. Если не выставлять эти фотографии рядом, то в принципе можно и как бы даже не обратить на это внимание. Ну, я думаю, что здесь синеву, конечно, вы заметите, но в остальных случаях можете даже не обратить внимание на то, что произошло искажение. Но если это произошло, то эта проблема устраняется при редактировании. И большинство фоторедакторов онлайн, либо встроенных в телефон, они дают вам возможность выбрать оттенок, и глядя на оригинал, который у вас перед глазами, вы можете подредактировать уже после того, как снимок сделан. Ну, а при работе с несколькими источниками света, например, когда и дневной свет, и лампа накаливания, и люминесцентные лампы, диодные, галогеновые лампы, на снимке происходит мешанина цветов. И отредактировать в редакторе это не удается. Поэтому, если вы делаете снимок, предметную съемку, портретную съемку, то выбирайте один источник света, используйте отражатели, но не позволяйте в своем снимке присутствовать нескольким источникам цвета разной цветовой температуры. А в следующем видео мы поговорим об использовании передней и задней камеры на телефоне. Продолжение следует...